На наш портал пришел вопрос. Скажите, как понимать текст Евангелия от Луки 9,49-50 и от Марка 9,38-39 о человеке, изгоняющем бесов именем Христа, но не следующим за апостолами? Каким образом он имел силу изгонять бесов, не зная учения Христа? Ведь в дальнейшей истории экзорцисты должны были иметь благословение на изгнание, знать учение, жить аскетической жизнью и далее. Получается, экзорцист может быть вне церкви, или как это понимать? Здесь, я думаю, нам поможет обращение к культурно-историческому контексту, понимание того, что, с одной стороны, в целом экзорцистские практики широко распространены в целом ряде религиозных учений, не являются даже специфичными практиками внутри, например, только монотеизма. И политоистические культы часто осуществляют нечто подобное. При всем при этом мы из ряда источников, не только из новозаветных, можем сказать, что экзорцизм был широко распространен и в Израиле. При этом, относительно того, может ли быть экзорцист вне церкви, на данном этапе мы, безусловно, скажем нет. Но на этапе, о котором говорит евангельское повествование, тайна церкви еще не явлена в мире. Христос и община его учеников, и этот человек, и, собственно, все остальные иудеи являются частью одной и той же ветхозаветной общины. Более того, если, например, мы говорим о том, что, безусловно, принципиально значимо для спасения принятие крещения, и это действительно так, мы при всем при этом имеем в виду, что целый ряд из тех же самых апостолов никогда не был крещен. В том смысле, что все они являются частью богоизбранной общины еще через обряд обрезания. То есть тайна церкви явит себя после Дня Пятидесятницы. Поэтому в данном случае человек, скажем так, и с апостолами, и с Христом, находясь в рамках единой ветхозаветной общины, использует призывание имени Иисусова для изгнания нечистых духов. При этом, по всей видимости, он, безусловно, лоялен Христу и пользуется его именем не как сильной магической формулой, потому что такого рода прецеденты также были. Книга Деяний об этом очень ярко и эффектно повествует, говоря о семи сыновьях священника Скевы, которые пытались изгонять нечистых духов, говоря о том, что изгоняют их именем Иисуса, которого Павел проповедует. То есть подходили к этому, скажем так, с чисто магической позиции. Мы помним, что на том этапе нечистый дух ответил им, что Иисус мне известен, и Павла я знаю, а вы кто? После чего, избив их, одержимый, с позором выгнал. Поэтому, да, в данном случае такая ситуация в рамках вот этого культурно-исторического контекста возможна. С момента же, когда тайна церкви явлена миру, более нет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok